Был такой певец Влад Сташевский, Атарович, он тоже мой, моего поколения, из моего колена. И он был большой мастер по этой части. Ежели сейчас кто-то слушает из тех, кто ему может передать, или он сам друг, он не будет отрицать, что это была огромная часть его жизни. Я спрашивал, как можно вот с этим, совсем, 1902 года рождения, зная, что ты её не любишь, как можно до зари? А я его забирал на машине после выступления, мы везли богатой, но у него не было отношений долгосрочных. Он ездил, утром мы забирали, и он на гастроли, либо к Казиншпису с покаянной речью на ковер. Я говорю, как можно, вот как? Он понимал, что я осуждаю, потому что я всё время кашлял в машине нервно, не понимал, пожимал плечами, и он мне однажды, мы не выдержали, разговорились. Он говорит, вот ты меня осуждаешь, почему ты меня осуждаешь? Я говорю, да я не осуждаю, потому что я не понимаю, я в Грузии вырос. Я говорю, как человека, видно, что тебя от неё воротит. Он говорит, нет, это я играю при вас. Когда мы там, наедине, она говорит, ну, я спрашиваю, не надо рассказывать наедине, она знает, что ты за баблом к ней пришёл. Конечно, знает. А зачем ты для нас там, Атарик, бабло отходит на второй план. Я внушаю ей, что она как раз Деми Мур, что она прекраснее всех. Неужели ты думаешь, что мне тяжело быть сентиментальным? Я говорю, за деньги мне самому, можно я навещу её сейчас? Слушай, ну тогда вы великие актёры, Атар, ну вы, я имею в виду, мужчина. Великие актёры есть! А этот кто? Этот кто? Евгений Гор. Вот про него-то публикация есть в его лице. В его лице. Это огромная популяция молодых до ранних, приехавших в Москву. Карьера эстрадная не получается. Влюблюсь в себя, хорошую женщину, хорошую, подчёркиваю. Не говорю сейчас там, ну, лучше, чем... Ну так к этой женщине, подобраться надо, не он один такой-то, понимаешь? Это что, он лучше всех? Я говорю, актёры, актёры, хорошо развитые актёрские инстинкты, уровень мастерства Станиславский, верю. И я поражаюсь другому. Ну вот мне сам Влад говорил, ну, конечно, мы прекрасно понимаем, но это час её жизни, я устраиваю праздники. Почему нет? Я говорю, ну, а какой это статус? Как называется? Это Жигала, Альфонс как? Ну и как ты потом дома? Нет, всё-таки, ты знаешь, мне кажется, что деньги, деньгами, но я думаю, что в любом случае, какой-то всё-таки человеческие отношения, они присутствуют. Даже ему жалко эту женщину. Понимаешь, он же ей устраивает час, он же не продаётся. Вот я такой, давай, люби меня, а я тут полежу, порадую тебя. Почему ты не думаешь, почему ты не предполагаешь, что такой человек целеустремлённый, как Влад, каким я его помню, не обозначал сразу условия своего пребывания в квартире? Значит, хорошо, 450, и всё, почему ты думаешь, что он не любовник? Ну тогда это не любовник, и тогда это не приживал, это уже другая категория, это уже те, которых из ночного клуба уводят на час. Афонин, напомни, он в отпуске, но он всеслышащий око. Хорошо. Тогда он кто? Как его определить? А вот сейчас давай спросим Елену, она уже давно ждёт своей очереди принять участие в нашем разговоре. Елена, вы поняли, о чём мы говорим? Так вот эти молодые мужчины, которые любят или, не знаю, любят за деньги вот богатых, знаменитых, популярных, они любовники или они жигало, приживало? Вот как хотите их назовите, вот как вы думаете? Ой, добрый вечер, дорогие девочки. Вы знаете, одно дело вас слушать через радиоприёмник, другое дело по телефону. У меня настроение просто поднялось, даже до космоса здорово. Вы знаете, кстати, училась на одном курсе, в одном институте с Мсташевским, он даже в институт приезжал не один, кстати. Так. Всегда его сопровождали прекрасные леди, но правда не в возрасте, а молодые, красивые. Ну ладно, мы ушли от темы, вы знаете, как говорится, Атар, я, как ни странно, вообще-то я вас не всегда поддерживаю, но сейчас я вас поддержу. У меня полностью на вашей стороне, просто морально, морально, действительно, это как-то ущемляет, я считаю, женщину, тем более, в преклонном возрасте, иметь, как говорится, подмышкой сынишку. Визуально это тоже смотрится не есть хорошо. Единственный плюс в моем, как говорится, мне 35 лет, вот скоро будет, я, слава богу, замужем, я мама, я действительно в хорошем состоянии. С чем мы поздравляем мысленно и вас. Вы знаете, вот действительно, лично моей семье неприятно наблюдать визуально, по телевизору, допустим, как определенные дамы, я не буду высказывать фамилии и возраст. Это сделаю я потом после вас. Я для этого здесь торчу. В обычках так, с сынишками подмышкой, вот так вот, действительно, это морально ущемляет, на самом деле. А есть, есть какой-то... Вот они хорошо выглядеть стали, вот наши вот дамы известные, вот это... Не хорошо или хорошо, я не расслышал. Хорошо, 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 Лена сказала, хорошо. Наверное, это большой плюс и на пользу. Да, вы правы, я видел Бориса Моисеева, он стал выглядеть лучше, как только обзавелся мальчиком Коля из Воронежской губернии. Я хотел бы, кроме этих щебалапых шуток, спросить вас. Но вот, например, допускаемая Леной мысль, что все-таки есть какой-то намек на чувство там. Вот я не вижу в тех альянсах, о которых вы говорите, а я разовью эту мысль, нет никакого намека, есть только бизнес-план у молодых парней. А у женщин есть намерение отчаянное, ну, как вернуть молодость. Ну, мы же говорим не про доярку из совхоза «Светлый тупик», понимаешь, которой последняя молодость ушла, и она готова... Как мы же говорили про Долину и про Бабкину, нет? Нет, мы говорим про женщин, понимаешь, которые могут выбирать. Вот объясните вы мне логику. Вы с нами еще? Вы с нами еще? Да, да, вы знаете, я, опять-таки, солидарна полностью от Арт-Клайда. Вот так, спасибо большое. Я считаю, что любви здесь никакой нет, это действительно реальный бизнес. Ну, может быть, если мы возьмем реальную сегодняшнюю жизнь, если будут встречаться женщины в преклонном бальзаковском возрасте, то из ста случаев, я думаю, что только будет прекрасных 2-3 романа. Остальное все это действительно любовники, я не знаю, как их назвать, жигало, приживало, любовники. К сожалению, статистика показывает обратное, что это все не долгосрочно, это все заканчивается, кстати, печально. Да, это печально. Я, конечно, политику эту читала, на самом деле, в интернете, и по звездам, и в жизни людей, как говорят, действительно печально, потому что... Это разъедает жизнь, рушит ее, и когда... Это в лучшем случае, если не брать там какие-то финансовые потери, авантюризм и так далее. Да. А что касается наших звезд, ну, опять же, не хотелось бы называть фамилии, но, как говорится, я считаю, что это продление их немолодости не только физически, но и, как бы, молодости, как, ну, как, популярность, что ли, их не продляется. Да, я понимаю, о чем вы, я понимаю, да. Я понимаю. Это все-таки первых ней, а говорят, значит, я живу, значит, я продолжаю творить, вот так вот, получается. Да, получается так. Спасибо большое, это обоснованное, квалифицированное... А что в этом плохого? Что плохого? В тот момент, когда слушатель берет мою сторону, он кажется мне тотчас объективным, наделенным вкусом, образованным человеком. Спасибо большое, и вашей семье поклон.